Что мы специально пригласили вам сегодня, что вам не так страшно было с нами, вашего друга и партнера по... Брата по оружию, да. Я не догадаюсь даже, кто. Да что вы! Мы даже, мы даже, я даже вот доказала с девушками, что мы уступим вам отдельный диван. Друзья, у нас в гостях народный артист, мне очень сложно, дается это РСФСР. Россия, Россия. Да, да. Лев Валерьян Шлещенко. Лещенко. Вот. Стоять на лестерке, приказывайтесь. Садитесь, Лев. Присаживайтесь. Ну, что вы, садитесь. Ну, присаживайтесь. Специально, чтобы всем было видно и слышно. Хорошо. А правда, вот мы жалуемся сегодня, что мужчины перестали быть инициативными и даже отказываются от самых приятных отношений с женщинами. Ну ладно, смотри, какие мужчины. Мы, например, с Володей очень инициативные. Не отказываются. Не очень инициативные. Никогда. Нас просить не надо, просить не надо. Два раза. Да, и даже отталкиваем. Знаете, вообще потрясающая атмосфера. Я, конечно, стоял за кулисами, да, такой сад Эдем вообще. Четыре нимфы, роскошные женщины. И все время смеются, смеются, весело, весело. Зачем пригласили меня? Я грустный лирик такой. Вот прекрасно, очень лирический и серьезный вопрос. Никто не знает, филиридическую нотку вам нужно. Вот правда, серьезный вопрос. Раньше женщины могли легко отказать мужчинам? Ну вот вспомните даже, да, как это было? Сейчас женщины, нет, серьезно, сейчас женщины боятся отказать мужчинам. Боятся, что... Вдруг последний раз попросит. Вдруг он просто развернется и уйдет. Что изменилось? Почему такая ситуация странная вдруг стала? Ну формат немножко поменялся жизненный. Да, да, да. Сейчас все-таки мужчина... Раньше треба никаких мужчин, как в песне, чтобы не пил, не курил. Да, немножко там приносил чего еще. Рицветы всегда дарил. Не гулял, не гулял. Не бил, а не гулял, да. Не гулял, понимаете? А сейчас укажу свою личную жизнь, я думаю, вот. И, безусловно, конечно, вот коммерческая история, она, если так всерьез говорить, да, то она имеет, конечно, место какое-то в отношении между... Женщины стали самостоятельные, да, они стали эмансипированы, они сами зарабатываются, да. И что? Нет, ну не в этом дело. Просто, понимаете, поэтому какое-то благополучие такое, оно определяет, наверное. Но я немножко в формат ваш не влезаю, потому что это такой серьезный... Наоборот, мы хотим серьезно быть. Нет, послушайте, вы более чем влезаете в наш формат, но мы вас немножечко... Мы сейчас немножечко вас еще отшлифуем, пока наши зрители посмотрят рекламу. Мы сейчас вернемся, да? Тут шлифуй, не шлифуй. Дайте я... А это мы проверим. Оставайтесь с девчатами, мы вернемся совсем скоро. Ну что же, мы продолжаем жаловаться, что мужчины стали не инициативные, меньше нас желают, чем нам бы того хотелось, иногда просто отказываются. И задаем вопрос двум великолепным гостям, двум настоящим мужчинам у нас в студии. Спасибо. Да. Ну и что? Вопрос задаю я. А, давай. Вот мы говорили о том, что мужчины изменились, а вот женщины остались все те же. И вот, например, вы друзья по жизни вместе идете, да? А женщины по-прежнему, вот если дружат, то выбирают подругу пострашней. Правильно? Мы с риской дружим. Вот мы дружим. Например, есть еще история. Жванецкий, его брат. Брат был покрасивее, а он заманил девочек. А Жванецкий шутил, и они уж не могли отказать. Мишка отказать не смог. Из вас, вашей пары, кто интеллектуал, извините? А кто? Лева. Нужно ли задавать этот вопрос? Лева. Ну все-таки. Интеллектуальный красавец. Я клоун. Но в театре, в театре у нас была поговорка. Мы же в одном театре служили, вы берите, говорили, что уговаривают герои, а живут клоуны. В смысле, живут эти, ну, как это, комики-комики. Комики, да. А живут комики. Знаете, есть две такие позиции. Мужская дружба, женская дружба. Ну, мужская дружба, вы знаете, да? Женская дружба, когда то, что вы сказали, что-то говорит. Маша, говорит, моя у тебя была? Да Коль, говорит, ну сколько раз тебя гони-то эту, да? А мужчина когда-то приходит, говорит, я у Васьки там в шахматы играл. Она звонит, Вася, у тебя мой был в шахматы играл? Он говорит, что ты, знаешь, был? Он и сейчас с ним. Ну, слушайте, кроме шуток, действительно, мы вот с вами говорим об эмансипации и о том, что мы-то сами над собой смеемся, женщины, но нам, в общем-то, уже стало как-то немножко не по себе. Потому что, действительно, что-то происходит с нашими мужчинами не так. Так, вот вы, я читала одно из ваших интервью, вы говорили о том, что когда женились на своей жене, вы сразу поставили условие, что она не будет работать, что вы обеспечиваете ей нормальную женскую жизнь, она занимается домом, и вам даже странно представить, что она может выйти куда-то на работу и там иметь дело с другими мужчинами, даже по работе. Это неправда, я притворялся. Да? Чтобы ее же выставили работать? Да нет, если бы она могла работать, почему нет? Пусть работает. Ну, не, ну, послушайте, конечно, пусть попробует. Но, тем не менее, вы сразу, вы сразу официально сказали, что я вот готов тебе обеспечить такую жизнь, при которой ты можешь, как говорила, любовь поищу к царству, не пристать. Я так говорю каждой женщине. Работать малой в охотке, да? Женщин должны работать малой в охотке. Ну вот, а вот, а может быть, мы стали такие эмансипированы, потому что нам такие мужики не попадались, как вы, которые готовы были бы вот все на себя взять? Это точно, это точно. Вы знаете, сейчас мужики стали, как немножко, крен пошел. Кто-то выпивает, кто-то курит, кто-то играет в карты, кто-то занимается фитнесом, кто-то, это самое. Я знаю. Это именно он. И, в общем-то, да, так настоящих мужиков-то, да, а кто-то бухает, знаешь, и так утром. А что же нам делать-то? Утром искать. Искать, искать. Вот же нашли вы. А скажите, пожалуйста, такой вопрос. Нет, надо, знаете, надо братья воспитывать, вот это правильно. Да, можно сказать. Да, тогда все будет хорошо. Какие женщины... Какие женщины вам больше нравятся? Те, которых надо добиваться, или те, которые вот сразу прям готовы на все? Да. Нет, конечно, которых надо добиваться. Ибо, как сказал великий писатель Роман Ролан, страдание, исполненная надежда, сулит гораздо больше счастья, нежели наслаждение блаженством, от которого угасают желания. А, шикарно. Ответьте. А вы? Я сказал, что... Что? А вы, вам какие больше нравятся? Мне все нравятся. Дело в том, что... Я... Нет, ну, понимаете, что я делаю? Конечно, можно говорить там стихами. Кстати, Лев, он и Маяковского еще знает. Я просто... Я просто... Ты хорошо, что я с ним знаком был. Помню, он с ним был знаком. Вот у меня в этом году два праздника, вот, чтобы все знали. 40 лет совместной жизни с супругой, вот в июне сейчас, 8 июня. Это первое. Вот в этом счастье. Да. Незаметно 40 лет... И 40 дней несчастья. Да, да. И 45 лет дружбы с Львом Валерианом. Да, да. Потому что... Я пришел в институт, а он заканчивал. Я к чему? Я подчеркиваю... Что вы моложе, я поняла уже, что... Все, вы все время хотите на этом сделать акцент. Но... Да. Я помню, что все, что вот происходило... Мы избалованы чем? Что вот... Вниманием. Вот именно. Так правильно. Да. Так это логично, что вы избалованы вниманием, потому что вы известные, любимые... А, Калинарина, меня. Хорошо. Дай, 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 дай. Но почему вот вопрос? Да. То, что вы известный мужчина, избалованный вниманием, это нормально. А когда мужчина, ну, такой вот обычный, он еще даже эти тоже не закончил, а он уже избалованный. Я тебе лечим, как говорится. Не, Владимир Винокур, а ведь оттуда как будто... Почему они такие? Да пошел он нафиг, скажи. Иди под этим, я не могу. Как это может быть? Ты себя видела, Алка? Как на тебя не обратить внимание? Нет, я не могу, если они как-то посмотрели. А ты скажешь ему, пошел нафиг. А больше другой не придет на его место, и что ж, одной куковать? Ой, что у нас? У меня вот такой вопрос к вам. Вы провоживаете? Мы сегодня смеялись, девчонки, смеялись над мужчинами, которые ходят в спа. Скажите честно, вы в спа ходите? Нет, мы не в спа, мы в баню ходим. А в спа нет? Нет. Нет. И правильно делаете. Бываем, бываем в спа, конечно. Вот вы знаете, вот чтобы вы не ходили в спа, и не спали, а наоборот, всегда чувствовали себя красиво, хорошо. Я очень люблю ухоженных мужчин. И вот эти чемоданы, 10 минут... На что ты намекаешь? Домашний уход. Дешили, косметика для мужчин, для волос, для лица, для всей мужской стати красоты. А ресницы, ресницы есть? Нет, это мужская косметика, настоящая. Я хочу вам сделать эти подарки. Спасибо вам большое. Мы вас очень любим. Женщины, дайте разницу. Да нет, еще не продолжаем. Это чемоданы с косметикой, а не с носками. Оставайтесь с нами. Мы еще вас не отнимаем. А представляете, вы с такими чемоданами в баню ходите. Это была лесть такая была. Слушайте, ну в общем, вы конечно... Вы знаете, действительно, сейчас как-то так в спа, да, женщины встают утром в спа, потом фитнес, потом день рождения, потом опять фитнес, потом спа, день рождения. Вот цикл женский такой, да? У тебя же тут сексу найти. Да, у мужчин гораздо хуже. Он когда просыпается утром, да, особенно после вчерашнего... Да, в зеркало. Смотрит в зеркало, да, такая история добавленная. Говорит... Ммм... Надо выбирать нормальных мужчин, которые в любом возрасте об этом не только говорят, но и этим занимаются. Я только в архиве. Слушайте, а мне кажется, что все-таки мужчина, вот женщина для него, это какая-то опция. У вас есть ваша работа, ваши идеи, ваша жизнь, ваши мысли. Если у вас с вами есть хорошая, красивая женщина рядом, ну нормально, если нет, ну... Нет, это неправильно. А мне так кажется, я река Трофанова. Женщина должна воспламенять воображение. Особенно хорошая. Ну давай, закругляемся, потому что девочки, если вам повезет, и вы когда-нибудь встретите Льва Валерьяновича, ну, я Маша Голубкина. Ну, в общем, и Владимир Натановича вам тоже, если вы встретите, тоже повезет. Ау, спасибо большое. Мы вас очень любим, хорошего вам настроения, счастья, любви. И, конечно же, не теряйте время даром. Выключайте телевизор уже, давайте, с мужем, с женой. Спасибо. Пока, Алда Варикова. Спасибо, мы уходим. А потом все, все, все. А, все, все. Программа кончена.